Здравствуйте, я Денис Васильев, и наш проект называется Чистовик, потому что в книге жизни не черновых страниц. У нас в гостях сегодня Анна Лелик, психолог, писатель, психотерапевт, выпускающий редактор журнала «Фамилия». Много лет Анна в Киеве готовила волонтеров для общественного движения «Молодость неравнодушна», которые трудились в онкоцентрах, детдомах, больницах и домах престарелых. Сегодня с Анной мы поговорим о жизни и о мужестве быть. Аня, расскажи о себе, кем ты сейчас себя больше всего ощущаешь в жизни? Хороший вопрос, особенно, как это, учитывая, что недавно был день рождения, это всегда такое время, когда задаешься вопросом «Кто я?». И, наверное, в день рождения больше всего каждый из нас чувствует себя ребенком, потому что это день, когда мы рождаемся. И как-то так актуальными становятся эти вопросы, и вопросы детства своего, и каких-то там несбывшихся мечт, и каких-то, наоборот, перспектив жизненных. То есть вот сейчас я, наверное, такой взрослый ребенок. Можешь поделиться моментом в жизни каким-то, когда ты была одна и была исполнена, таким исполненным моментом счастливым? Когда была одна? Ну да, ну может не одна. Я имею в виду обстоятельства, которые не зависели ни от кого, но это была полонта и счастье. Такой какой-то момент. Ну вот интересно, что такие моменты, наверное, бывают в каких-то очень кризисных ситуациях. То есть когда есть какая-то угроза, вплоть даже угроза жизни, и вот вдруг понимаешь что-то. И вот очень трудно, но при этом, как я всегда говорю, это не синоним слову «плохо». Да, трудно, но при этом хорошо. И, конечно, вспоминаются моменты, когда, например, попала в больницу. И, ну это давно было, но вот был момент такой, что так вышло, что ситуация в городе была такая, что ко мне в больницу никто не мог доехать. Это был как раз конец 13-го года. Вот, и я помню, как больница была переполнена буквально умирающими людьми, и вот это ощущение было, что я уже никогда не увижу дом. И вот удивительно, но я сейчас вспоминаю тот момент как один из самых счастливых. Как-то вот странно, да, так такая полнота была. А почему? Вот не знаю, наверное, это близость смерти, она как-то обнажала все эти смыслы, и так все становилось ясно, понятно. И еще какое-то время даже хватало сил, чтобы жить в этом состоянии, когда все ясно, понятно и очень просто. Вот как-то так. Ну и таких моментов у меня, наверное, к счастью, много, когда вот моменты кризисные, когда угрожает что-то такое. Многие знают мое это происшествие, когда я была задержана в другом государстве. Арестована. Я не знаю, о таких вещах, наверное, нельзя говорить на камеру. Вот. Ну, по совершенной глупости меня задержали в Литовской республике, и статья была очень плохая, это была угроза национальной безопасности. Адвокат очень смеялся с того, что такая маленькая женщина вроде бы, да, и с такой серьезной статьей. Вот. И да, его тоже там грозило мне до пяти лет лишение свободы в литовской тюрьме, да. И я вот помню, что я тоже сидела во время допроса, смотрела в окно на дерево и думаю, боже мой, как хорошо, что я не одна, вот есть это дерево. Ну, вот такие странные вещи. Но в эти моменты было очень страшно, очень трудно, но было при этом как-то хорошо. Или такой контакт с собственной силой, или... Да. Да, об этом речь. Действительно, когда понимаешь, что многие вещи уже от тебя не зависят, и как-то вот как будто бы выдыхаешь, расслабляешься и просто живешь. Есть такой стереотип про психотерапевтов и психологов, что, ну, их два противоположных стереотипа обычно в обществе, ну, с чем я сталкивался, что вот это люди, которые всех видят насквозь сразу, и второй стереотип о них, что это совсем больные люди, раз они туда пошли. Да. И как-то это живет все чаще всего. Это женится в одной голове зачастую. Вот. Как ты пришла к психотерапии? Ну, отчасти я согласна с обоими этими мифами. То есть, на самом деле, думаю, что действительно психолог может видеть больше, чем другие люди, но это не потому, что он там прозорлив или что-то, а просто появляется этот запас знаний, опыта. Вот. Но опять же, тут хорошо бы, конечно, каждому психологу помнить, что, ну, не всегда это то, как он видит, так оно и есть. А второй момент, да. Чаще всего в психологию идут люди, которые хотят решить свои вопросы, свои проблемы. Это оправдано, потому что вот я помню свой путь в психологию, это второе мое образование. Как только я получила первое свое высшее образование, я сразу поняла, что мне нужно что? Мне нужно в себе разобраться. Вот. Как разбираться, я понятия не имела, поэтому решила, что разобраться я смогу. Когда поступлю на психолога, буду общаться с умными людьми, с психологами, там мне все сразу станет понятно, ясно. Там мне стало вообще ничего не ясно, стало понятно, что я совершенно больна, и более того, что вокруг нас такие же больные, вокруг меня. И был даже такой момент, думаю, боже мой, а кто же лечит этих несчастных людей? Но потом прошло. А почему до этого была французская филология? Почему ты ее выбрала? Ой, вот здесь, наверное, как-то получилось так, что как раз не я выбирала, то есть это когда жизнь за меня выбирала, я просто плыла по течению, потому что так совпало, что лучшая на тот момент в Донецке школа по изучению иностранных языков была в моем районе, где я жила. И я училась там не потому, что родители за меня как-то особо договаривались, а просто потому, что по месту жительства я должна была туда ходить. Школа была буквально вот в этом же дворе, где мой дом. И закончив эту школу, у нас большинство выпускников ничего не умели, кроме как говорить по-французски. Но это действительно так, потому что у нас французский был 2-3 раза в день, предметы, многие предметы велись на французском, ну все остальное, конечно, провисало. Вот. И тогда что? Ну, французская филология, нам была открыта Горловский инъяс, Донецкий университет. И поступила туда и прекрасно там училась. Очень люблю это образование, благодарна, что оно у меня есть, потому что оттуда моя любовь и к чтению, и к хорошим текстам, и к хорошим словам, и в том числе в психотерапии это очень помогает мне. Там научили всматриваться, да, в слова, учиться, слышать. Но вот это направление экстенциальная психотерапия, экстенциальная психотерапия, оно очень такое словесное, оно очень все в оттенках, в тонкостях. Расскажи о самом направлении. Ты президент этого вот целого института. Не институт, а ассоциации. Ассоциация. Украинская ассоциация экстенциальной психотерапии и консультирования. Что за направление такое? Что такое экзистенциальное направление? Да. Вот интересное тоже направление, потому что сколько не пытаются дать ему какое-то чёткое определение, оно всегда будет недостаточно чёткое. Потому что, наверное, сама экзистенция всегда шире, чем любые наши понимания жизни. Что такое экзистенция? Пытаюсь сказать такими простыми словами, не для психологов и не для философов. Наверное, это суть жизни. Это какая-то соль жизни. И тут мы приходим к тому, что у каждого это будет очень по-своему. И, наверное, экзистенциальная терапия – это про то, чтобы не загонять человека в уже существующие какие-то рамки, а дать ему пространство, где он может исследовать свою жизнь. И менять или принимать решения не согласно каким-то заданным правилам или нормам, или теориям, а исключительно так, как хочет он. Ну и вот это «так, как хочет он» – это, наверное, такая ключевая точка, потому что очень часто человек не знает, как он хочет. Более того, есть очень много каких-то надстроек, каких-то убеждений, каких-то верований, которые не суть его, а которые скорее извне как-то в него вошли. И вот очистить человека от этого и помочь, чтобы он увидел, а что я? Что вообще я? И куда я? И где я? И зачем я? Ну и вот эти все по Достоевскому проклятые вопросы к себе, чтобы они звучали. Ты, кроме того, что психолог, психотерапевт и президент ассоциации, еще и издатель журнала «Фамилия» – это такой большой кусок работы, на самом деле, издательства. И мама двоих детей. Как эти горы сворачиваются? Это такой поколенческий вопрос для нашего поколения. И в чем сила сестра? Ну, я не издатель, я редактор. Это немножко другое. Ну, главред у нас все-таки тоже не я. Я считаюсь выпускающим редактором. На самом деле «Фамилия» – это моя боль в этом смысле, потому что мне кажется, что я вообще очень мало времени посвящаю журналу. Могла бы больше, наверное, он был бы более качественный. Особенно очень сильно у нас тоже такой вот пробел с распространением журнала, с его такой рекламой. И многие, кто читают, его хвалят, но при этом постоянно вопрос, а где его достать, а как его купить, а как оформить подписку. К сожалению, нет людей, которые бы этим занимались так вот профессионально. Мама двоих детей – да, и это вообще одна, наверное, из самых больших моих таких наград в жизни. Ну, наград вот таких, это дар мой, да, вот быть мамой. Не знаю, наверное, если бы я не была мамой, то я бы не считала свою жизнь полной. Вот это настолько для меня важная часть моей жизни. Дети, правда, достаточно взрослые уже, и скоро, наверное, роль мамы сузится совсем. Но при этом как-то удивительно, в сердце все больше этого материнского появляется. То есть это какая-то такая для меня тоже интересная область вообще. Вот, а насчет того, как я это все, как это все успевать, мне кажется, что я очень много чего не успеваю. То есть в моей голове гораздо больше всего, что я хотела бы, планов каких-то, идей. А успеваю я вот столько, и иногда бывает, включается такой прям невроз, думаю, ну что же, так напрасно живу, столько всего не успеваю, где же мои там лучшие годы. Ну, в общем, вот это все тоже накрывает, поэтому не успеваю все. Ну и что делаешь, когда не успеваешь, когда не получается? На самом деле, как-то уже, наверное, лет пять назад из моей жизни полностью ушла спешка. То есть я редко могу вспомнить ситуацию, где бы я спешила. И я очень рада и как-то благодарна себе за такое приобретение, потому что это очень как-то, не знаю, вносит в жизнь какую-то гармонию. То есть на самом деле спешки нет. Удивительно, стало везде вовремя приходить. Даже вот сегодня я пришла вовремя. Это для меня как-то удивительно, потому что утром я была уверена, что я опоздаю, даже уже приготовила извинительное сообщение, что я опоздаю. Ну и потом раз, как-то все так складывается, вот Южный мост так пропускает, и все складывается, и я приезжаю вовремя. Но я не спешу. То есть у меня внутри не было этого чувства спешки. То есть думаю, ну опоздаю, ну в конце концов, ну ничего страшного не произойдет. Но даже если что-то отменится, да, конечно, очень неловко перед людьми, но это же не самое большое преступление. То есть какое-то внутри себя как будто бы даешь себе на это право, а оно все раз и получается. Я не понимаю, это какое-то волшебство какое-то. Вот психолог, психотерапевт, психиатр, все эти понятия часто путают, называют просто мозгоправ, профессии эти отождествляют и стесняются обращаться. Вот разведи эти понятия, скажи, может быть, подскажи, в каких соотношениях они друг к другу находятся, чем занимаются эти три разные человека. Мне кажется, что путаница происходит во многом, потому что тут как к нам психотерапия пришла в основном из Запада, то есть мы о ней знаем через фильмы, книги, ну вот так вот. А у них это совсем по-другому. Ну вот это психиатр, психотерапевт, психолог, у них это по-другому, чем у нас. Потому что у нас, например, психотерапевт – это все-таки медицинская такая, конкретно медицинская профессия. Это в названии отражено. Да, но при этом, допустим, психотерапевт в тех же странах Евросоюза – это может быть далеко не врач. И в этом смысле, когда они себя называют коллеги западными психотерапевтами, то это то, что у нас есть психологи, которые закончили какую-то такую объемную психотерапевтическую школу, получили нужный сертификат, прошли там свои супервизии, свою терапию, то есть выполнили ряд требований, они стали психотерапевтами в понимании европейском. Но у нас они как бы не могут называться психотерапевтами. Ну то есть вот из-за этого такая путаница получается. По сути, психиатр – это понятно, это человек, который занимается больше медикаментозным лечением и так далее. Ну, я думаю, здесь мало у кого есть вопросы. Психолог – вот чаще всего это что-то больше такое педагогическое, психологическое. Это вот психолог в школе, например, да, или психолог, ну вот как правило, то есть это всё-таки, да, психотерапевт – это что-то больше, чем уже педагогическое, это уже всё-таки вот тот, кто может с тобой идти в твою жизнь в качестве вот такого, действительно, доктора души, вот. Но при этом, вот опять же, в нашем законодательстве нет такого названия специального или, я не знаю, даже какой-то такой, ну, мы называемся психотерапевтами. Ну, вот такая сложившаяся современная, да, традиция, что есть психиатрия, есть психология как педагогическая практически специальность, ну, смежная. И вот психотерапевты приходят сейчас у нас из двух направлений. Да. И они отличаются психиатры в психотерапии от психологов в психотерапии. Да, да, да. Ну, потому что, я думаю, хотя, с другой стороны, вот, допустим, институт, в котором я училась, да, вот МИЭК, про который ты упоминал, и вот училась я, и учился мой коллега, у которого ты брал интервью, Константин. И вот он психиатр, да, и он пошел в психотерапию, чтобы, как психиатр, уметь все-таки с людьми разговаривать и выстраивать эти терапевтические отношения, такие психотерапевтические. А я психолог пошла туда же учиться, да, и получается, мы нашлись где-то, вот есть у нас точка соприкосновения, очень часто мы даже клиентов друг к другу перенаправляем, ну, по разным там причинам, но при этом есть область, где он только врач, и в то же самое время есть область, где я могу быть только психолог и, ну, даже в терапию не идти, да, там с некоторыми клиентами. Ну, то есть как-то интересно, это как будто бы точка сборки наша такая, да, какая-то точка. Пространство диалога. Да. Что тебя раздражает в отношении к твоей профессии? Какие стереотипы или, ну, социальные ожидания? Ну, есть два момента. Один, это, наверное, то, что многие хотят очень быстро решить вопрос какой-то, приходят, ну, так, починить себя, да, такое функциональное какое-то отношение к себе, вот что у меня там деталька поломалась, я приду, быстренько налаживаю, и всё. И, ну, кстати, есть психотерапевтические школы, которые, ну, этим и занимаются, да, там, они гарантируют даже за 10 сеансов помочь решить какую-то конкретную проблему в порядке. Ну, вот дело в том, что экзистенциальная психотерапия, это сама по себе такая терапия длительная, и далеко не каждый к ней готов, и очень часто приходятся клиенты, которые, ну, люди, которые обращаются, я им объясняю, что я не могу их взять в клиента, потому что вижу, что у человека нет внутренней готовности, ну, к такому длительному путешествию, то есть действительно к такому качественному преображению своей жизни. Там нужна какая-то вот функциональная штука такая, да. Коучинг какой-то. Ну, коучинг, да, вот такой какой-то когнитивно-поведенческий. Иногда, кстати, он действительно нужен. Есть люди, с которыми невозможно идти в такие вот экзистенциальные дебри, пока, допустим, человек, ну, какой-то, не знаю, невроз навязчивых состояний, но ему действительно нужно как-то чуть-чуть себя как-то урегулировать. Да, подлатать, чтобы вообще сил хватало на вот все то уже, что потом экзистенциализм за собой влечет, поэтому... И вот этот момент еще такой, который мне не нравится, это то, что многие говорят, что, ну, вот сейчас везде психологи, всюду эти группы какие-то там, какие-то мероприятия, ну, как будто бы вот как-то жили раньше. Да, да, да. И здесь, конечно, приходится, ну, отвечать, что жили-то раньше, конечно, жили, но жизнь меняется, и, ну, как я шучу, психологов не дурак придумал. То есть они почему-то появились, и почему-то именно в наше время, да, вот как-то эта профессия спросом пользуется, и становится их все больше. И действительно, наверное, эти шутки про то, что скоро будет на каждого человека по психологу, они имеют место быть, потому что, ну, это правда так, то есть сейчас слишком много всего на человека наваливается, при этом есть такая бытовая расслабленность, ну, то есть нам же не надо там добывать, там, не знаю, воду, соль, там, не знаю, что стирать руками. Мы избавлены от этого, и вот один, кстати, из экзистенциальных мыслителей говорил, что когда человек не может облегчить себе жизнь, он будет занят тем, чтобы ее себе усложнить. И мне кажется, что вот когда мы себе облегчили жизнь в плане быта, то мы начали ее усложнять в плане души. То есть, ну, действительно, таких всяких комплексов, синдромов, там, хворей вот этих психологических, их никогда не было столько, сколько сейчас. Вот. И тогда, да, тогда нужны психологи просто, чтобы как-то возвращать себя себе. Аня, ты ученица Александра Ефимовича Алексейчика, и этот патриарх экзистенциального метода на постсоветском пространстве. Расскажи о встречах с ним, ему уже почти 100 лет, да, сколько-то. Он, про него какие-то ходят легенды, и противоречивых больше, чем непротиворечивых. Расскажи, пожалуйста, о своей встрече с ним, каких-то интересных встреч. 81 ему год, в том году был юбилей, мы как раз, вот, успела я еще до карантина попасть в Вильнюс, поздравить лично, ну, и потом буквально там в считанные недели начинается уже карантин, и все, и Литва остается для нас закрыта, я думаю, надолго. Ну, вот как я часто говорю, что не существует метода Алексейчика, да, что люди, которые будут пытаться копировать то, что он делает, они будут, ну, просто такими, ну, в лучшем случае, если они хорошо будут это делать, они будут, как этими, провокативными психотерапевтами, это в лучшем случае, а если в худшем случае, то они будут просто психопатами, психотерапевтами, психопатами. Вот, потому что Алексейчика повторить нельзя, психотерапевт, особенно в экзистенциальном подходе, он лечит своей личностью, да, и вот знать, и тогда нужно что? Нужно знать, кто такой Александр Ефимович, чтобы понимать, что происходит на группе. Я очень часто, кстати, в Киеве видела, вот, когда он приезжал на киевские семинары, как люди, которые приходят в первый раз, часто не понимают, что происходит. Они сидят, смотрят, они говорят, что вообще происходит. Но потом что-то у них там в душе запускаются, какие-то процессы, что-то меняется. Когда на следующий год они приходят к нему, опять на этот семинар в Киеве, они уже многие вещи понимают, потому что они понимают его, но они видят его, из каких он, и почему он там часто делает такую внушительную первую вводную часть, где он рассказывает о своем отце, с своей маме, о том, как он прожил там свои, свое военное детство, да, военные годы, там, как он там, кем он был в Литве, у кого он учился. И он это все рассказывает для того, чтобы возник вот этот контекст, в котором лучше становится понятно, что потом в итоге он делает во время своей психотерапии. Вот. Ну и во время стажировок в Литве, да, вот то, что мне посчастливилось видеть, это то, как он работает с пациентами, то, как он... Действительно, вот часто бывает человек приходит, например, там, вот один случай, который очень хорошо помню, у человека диагнозов, медикаментов, ну, просто вот такая карточка, при этом это, ну, еще здоровый, еще здоровый внешне, и еще достаточно молодой мужчина, 50 лет, который при этом уже признан недееспособным, сидит у него в кабинете, я смотрю, но он разговаривает, как абсолютно нормальный здоровый человек, но только очень приглушенный медикаментами. И начинает Алексеевич постепенно снимать ему медикаменты, понемножку. И вот мы сидим и с ним общаемся, с Александром Ефимовичем, я говорю, как вы так дерзаете снимать, ну, он-то их пьет годами уже, да, эти все там и нейролептики, и какие-то антидепрессанты, ну, в общем, там просто какие-то противоречивые даже иногда препараты. А он говорит, смотрите, вот если человек принимает слишком много препаратов, то он же себя и воспринимает больным. Он говорит, если вам сейчас прописать 20 лекарств, вы себя почувствуете здоровой? И он говорит, вот смотрите, а когда чувствуешь себя больным, тогда вроде бы как и многое тебе позволено, ну, из того, что тебе не надо, но в то же самое время многое не позволено из того, что тебе надо. То есть вот, да, как бы человек, получается, может позволить себе какие-то острые реакции странные, там, психотические, что он больной, но он не может себе позволить пойти на работу, потому что он больной. Он говорит, нужно возвращать, как бы, человеку ответственность, да, вот постепенно уменьшая, сначала уменьшая, потом снимать медикаменты. И действительно, когда, вот, допустим, на стажировке в течение двух недель я смотрю, что происходит с ним, когда этот человек входит в группу, когда он становится частью коллектива, когда он потом становится, например, старостой палаты, когда на нем начинает уже появляться у него какая-то ответственность за отделение, да, и вот, и какое-то преображение происходит. И поскольку у Александра Ефимовича это отделение психотерапии, кстати, первое на постсоветском пространстве это было отделение именно психотерапии, это такого рода община, то есть когда человек выписывается уже с больницы, да, он может приходить на группы, посещать просто группы, чтобы вот, ну, как свое состояние как-то стабилизировать дальше, да, и дальше есть группа, там, по средам, в которую он может приходить постоянно, столько, сколько ему будет нужно, но это уже бесплатно, да, и, ну, это роскошь на самом деле для европейского государства, бесплатные группы — это что-то вообще нереальное, вот, и удивительно то, что отношения вот к этим людям, да, как, не как к больным, я имею в виду отношения врачей, а как части общины, то есть это для меня вот такой удивительный опыт вообще. То есть в этой работе смещается фокус не на то, что я болею, а я выздоравливаю. Более того, там очень важные слова Александра Ефимовича, не то, что я прихожу, чтобы меня лечили, а я прихожу лечиться, да, вот это вот лечиться — это всё-таки, опять же, принятие на себя ответственности, что не меня лечат, а я лечусь. Авторская позиция. Почему психотерапевты не говорят о политике? Ой, знаешь, сейчас уже о чём только не говорят психотерапевты, для меня какая-то такая больная тема вообще, когда я вижу, открываю Фейсбук, и вижу психотерапевтов, которые, ну, чуть ли не агитируют прям, особенно когда в стране происходили какие-то острые, да, моменты, вот эти моменты агитации, особенно от психотерапевтов с именем, ну, которые имеют достаточное количество подписчиков, клиентов. Меня это, конечно, очень настораживает, потому что всегда, когда я это читаю, причём неважно, в какую сторону идёт агитация, у меня вопрос, а что делать тем клиентам, которые из противоположного лагеря, да, или там, или которые просто не думают так, пусть даже это не противоположный лагерь. И мне кажется, именно поэтому клиент, психолог, как и врач, он может иметь свою внутреннюю позицию политическую, естественно, как гражданин своей страны, но когда перед тобой клиент, ну, а перед, например, врачом, пациент, то для врача, например, клятва Гиппократа, вот его политика, он должен помогать человеку. Ну, и также для меня и психолог, он должен следовать за душой клиента, потому что у нас люди в Украине очень разные, и у меня клиенты это очень разные люди. Ну, иногда просто один уходит, другой приходит, и между ними перерыв полчаса, а это люди совершенно с разными мировоззрениями. Но поскольку я смотрю на человека как на человека, то его политические ценности — это только часть его. И мне не нужно здесь становиться на трибуну и проповедовать там что-то, кого-то куда-то агитировать. И, конечно, мне кажется, что для психолога это недопустимо. Ну, это мое мнение. Да, приходят все на свете, обращаются со своей болью или запросом. Всякие зеленые, красные, даже люди политических пристрастий, цвета топленого молока. Ну вот у тебя есть такой доклад на конференции с названием «Идеологическая психопатология». О чем этот твой термин, если он твой? Ой, термин, наверное, кстати, мне кажется, он родился благодаря Александру Ефимовичу тоже. То есть он меня как-то так задал нужный вопрос, и потом раз, и тема появилась. Но эта тема была про то, как вот какие-то идеологические штуки становятся твоей психопатологией. То есть когда ты начинаешь верить, что твой угол зрения или твое мнение есть на верное. И это касается не только политики, это может касаться, ну вот там на злобу дня отношения к ковиду, к карантину, к локдауну, отношения к прививкам, то есть что угодно, когда ты вдруг начинаешь думать, что то, как ты думаешь, это единственное верное. То есть угол зрения только твой верный. Я очень люблю в таких ситуациях, особенно во время групповой терапии, предлагать клиентам, ну, участникам группы такую очень простую штуку. Вот просто прошу взять там 10 минут, берут бумажку, ручку, да, и каждый, чтобы описал комнату, в которой он сидит, просто комнату. Но только не поворачивая головы. Ну, то есть вот так вот я сижу, что вижу, то и пишу. А потом прочитать. Ну, вот и получается, мы сидим в одной комнате, один пишет, что тут красивое окно, другой пишет, что полка с картиной. Я говорю, ну вот теперь вы можете долго и усердно спорить, кто прав. А на самом деле правы оба, просто один видит одно, другой — другое. И вот патология возникает тогда, когда, ну, как я говорю, мышцы шеи настолько закостенели, что человек не может повернуться вправо, влево, развернуться всем телом, посмотреть, что сзади, и видеть только один угол зрения появляется. И вот тогда это действительно патология. Психологи говорят, мы не даём рецептов, и это не помогает. Всё равно все спрашивают рецепты. Значит, есть какой-то рецепт у тебя по поводу того, как не позволять, ну, некому сектору моего сознания заставлять меня жить, будто бы ничего другого нет. Только по политической повестке. Люди смотрят видео, часами политические залипают, и жизнь уходит, проходит, сидят годами, как будто они пьют. Да. Но, к сожалению, очень часто именно такие люди не обращаются за помощью. Поэтому вот здесь вот очень хочется дать рекомендацию, но, получается, рекомендация будет в пустоту, потому что сами эти люди не обращаются. Они вот живут, действительно, это как форма зависимости. И вот эта вот идеология, она тоже может быть зависимостью. И есть даже очень хороший психоаналитик, хотя я не психоаналитик, которая исследовала вопросы, допустим, радикального национализма на примере Германии, ну, понятно, 30-х, 40-х годов. И как там строилось, например, воспитание, что выросли офицеры Третьего рейха. Интересная очень работа, где она как раз исследует... Как называется работа? Работа называется «Вначале было воспитание». Это очень хорошая книга, хотя очень тяжелая, потому что читать дневники Гиммлера, например, ну, это то еще удовольствие. Но зато, с другой стороны, очень наглядно показывает, откуда происходит вот эта узость взглядов, что на самом деле она охраняет, как будто бы, человека, да, от всей широты жизненной, от всей ее перспективы. А автор, прости меня. Это Алис Миллер. Она психоаналитик, достаточно известная. Алис? Алис Миллер. Миллер. Вот. Но вот эта помощь в этой, вот якобы в ограждении от всей этой широты жизни, она, конечно, такая медвежья услуга, потому что она помогает, но она же и забирает вот эту вот всю как раз широту жизни, этот дар жить. И, ну, вот какая рекомендация здесь может быть? Ну, смотреть по сторонам. Мне очень помогает наглядно вот эта картинка. Наверное, многие видели в сети она есть, когда фигура выведена, на нее свет падает с разных сторон. И так это круг, так это прямоугольник, а по-настоящему это эллипс, да, если я не ошибаюсь. Цилиндр, цилиндр. Какой-то цилиндр. Да. И получается, что, смотря с какой точки ее подсвечивать, это будет разная фигура. Ну, вот как-то так расширять, наверное, свое видение. Ну, для этого нужно, во-первых, этого захотеть, во-вторых, начать общаться с очень разными людьми. Вот, может быть, мне как раз помогает от этой идеологической психопатологии подлечиваться то, что круг общения людей очень разный. Ну, то есть... Ну, именно, как ты думаешь, именно эта причина сегодня такого раскола, такого раскола в стране, что друзья не общаются, семьи рушатся часто просто потому, что идеологически противостоят. ты не такой или ты не такой. Причина в этом... Мне кажется, что за вот эти, за свои мировоззрения, за вот такие, особенно, где речь идет о политике, там люди держатся... На самом деле, что-то другое совсем скрытое. Там обычно есть какая-то очень личная боль или очень личная такая трагедия, когда вот опять же с клиентами начинаем говорить об этом, за всеми лозунгами, за любыми лозунгами стоит что-то очень личное. Только вот это личное, к нему не хочется как-то подходить близко. И тогда легче, конечно, прикрыться лозунгами и не слышать другого. Более того, ну это же вообще какая-то классная такая, ну в кавычках, конечно, штука, найти себе врага вовне, погладить себе по голове, что я хороший, такое свое нарциссическое, больное похвалить, такое слабое. из, значит, этого внешнего врага там уже, даже если этот внешний враг оказывается мама, папа, муж, там, не знаю, жена. Есть какой-то ценностный ряд, ну то, что входит в мою самоидентичность. Кем-то попирается или что-то ей угрожает. Я начинаю ее отстаивать. И отстаивая, как ты говоришь, начинаются лозунги. А лозунги я воспринимаю как то, что мной выкрикивает. То, что я говорю эмоционально, не то, чтобы не подумав, а даже не собиравшись подумать, это аксиома. И я вроде выдаю это бессознательно. Это так и есть. И тогда оно мной живет, оно мной кричит. Оно тратит мои силы. И где эта грань от перехода, допустим, защиты границ идентичности какой-то адекватной от своей повестки, когда это становится уже манифестом и не моей жизнью. Вот видишь, мне кажется, что здесь как раз снова экзистенциалисты на помощь приходят, потому что помнишь эти прекрасные слова Сартра про то, что моя свобода заканчивается у кончика носа другого. То есть я могу обозначить свою позицию, могу сказать, что в моей картине мира это вот так. И у нас как-то очень легко тогда вот это сказать раз и как-то вот становится таким уже потребностью доказать. и иногда вот здесь вот грань тонкая такая, ее трудно найти. Где я просто сказала, а где я уже с пены у рта начинаю что-то доказывать. Сказать, конечно, это я считаю это важно, потому что мы люди, мы должны общаться, мы должны обозначать, как ты говоришь, для меня это вот так. Но потом же что? Вот когда я говорю для меня это вот так, собеседник говорит для меня это вот так. И следующее, что хочется сказать, это его мир перечеркнуть, потому что когда он говорит для меня это вот так, он слишком близко ко мне подходит, он начинает мне как будто бы угрожать, как будто бы, потому что на самом деле никакой угрозы нет, она вся у меня в голове. И тогда хочется сделать следующий шаг. Да нет, твое не совсем так, потому что вот, ну и вот они начинают границу друг друга вот так нарушать. А в действительности просто вот услышать, что вот его граница, вот моя граница. Они у нас могут быть, ну, наши мнения могут быть очень разные. Но при этом мне сейчас ничего не угрожает. Но для того, чтобы прийти к этой позиции, что сущностно мне ничего не угрожает, для этого нужно взрастить в себе этот, не знаю, такой стержень, когда я есть сама по себе, даже если, если, я не знаю, если все большинство против меня. Это труд. А третий вариант, вот каким образом сказать, когда я, когда другой, допустим, сказал о своих взглядах, а я считаю, что они неправильные, и нарушаю его границы. Вот этот другой начинает тогда защищаться и, допустим, нарушает тогда мои границы. Как защищаться таким образом или не защищаться, как эти границы отстаивать, чтобы если они уж нарушаются, как заявить о том, что не нарушай, пожалуйста. Чтобы это не перерастало в войну, где уже никто не помнит, кто начал. Да. Ну, мне кажется, что здесь все, что можно, это вежливо попросить, закончить на этом диалог, потому что любые... Вот, понимаете, понимаешь, как нам, мне кажется, что-то с нами такое происходит с людьми, не знаю, может быть, это такое, такая вот какая-то гордыня, или что-то такое глубоко уязвленное, что очень важно, чтобы мое слово было последним. Причем, ну, на эту тему очень много анекдотов разных, да, и там в семейной жизни это часто бывает, почему-то приписывают женщинам, хотя на самом деле вообще это не относительно пола. И вот это мое слово должно быть последним, то есть даже если я... До свидания, но я должна сказать последним, то есть вот как бы... Или уйти так, чтобы этот уход был как-то прям, как последнее слово. И отказаться от этого последнего слова. Вот человек говорит, вот что-то говорит, и сказать хорошо. Все. Или не сказать хорошо промолчать? Ну, в смысле... Что бы он сказал? Хорошо сказать, ну, как бы себе даже, да, вот что все, ну, да. Интересно, я даже встречал этому, учат в ведении переговоров последнее слово, должно быть, думаю, ну, что же должно? Ну, неужели переговор всегда механика? Это же... Надо дать место, даже в продаже, да, надо дать место, ну, не купить человеку тогда. Остается поле уважения. Ты понимаешь, самое, что интересно, когда ты вот не говоришь это последнее слово, ну, в смысле, что последнее слово не за тобой, вот там появляется вот этот маленький островок свободы, где собеседник может действительно задуматься, а почему ты так думаешь? Это не в смысле изменить свое мнение, но ему может стать интересно. А вот часто, когда, ну, вот это появляется желание отстоять любой ценой свою правду, тому уже неинтересно, потому что он силы свои тратит только на то, чтобы защищаться. Ему уже не до интереса, там другая энергия совсем. Аня, я познакомился позже с тобой гораздо. Чем узнал о тебе? До этого я читал твои тексты, ну, и все время слышал, что, значит, с молодежным движением, с движением, волонтерским, социальным движением «Молодость неравнодушна» работает психолог Анна Лелик. Психолог готовит волонтеров для… Тогда создавалась большая база доноров крови по больницам и онкогематологии по больницам Киева. И вот ребята работали в онкоцентре как специалисты, помогающие профессии, ну, участвующие в жизни дома престарелых, дома малютки. Расскажи про это направление и какие там у тебя были встречи на этой НИВе, что тогда происходило? Чудес невероятно много было и на самом деле вот тогда у меня родилась эта идея про то, что волонтеры бывшими не бывают, да? Вот, перефразируя. Потому что, когда человек приходит в волонтерство, в нем запускается какой-то такой процесс, который потом даже, если он уходит из, допустим, волонтерской организации, у него появляется уже, ну, это мышца такая, да, вот она как бы укрепляется, это душевная мышца, где он уже не может быть посторонним относительно того, что происходит в обществе. То есть он все равно включен в это как-то. И многие волонтеры, которые уже выросли, так сказать, из возраста, молодежная организация уже не так остепенились, стали там уже замужними или женатыми людьми, у них уже свои семьи. А я иногда смотрю там в той же ленте Фейсбука, а все равно что-то делают. Ну, как минимум, ту же кровь сдают или там хотя бы материально теперь могут участвовать, ну, потому что уже многие стали студентов специалистами и имеют возможность материальную. То есть, и, ну, конечно же, всегда говорила я про то, что волонтерство, оно очень личное. Я волонтерам, когда они приходили, давала смотреть один фильм, который был очень странный для волонтеров. посоветуй. Вот, и более того, когда люди, опять же, это как с Алексейчиком, не зная меня, говорили, а вот там Анна Лелик, которая работает с волонтерами, она советует такой фильм. Я потом слышала, и, боже, только чтобы это, это фильм «Молчание ягнят». Однако. Не волонтерский фильм такой совсем. Но на самом деле, я буквально недавно его опять упоминала, хотя уже столько времени о нем забыла, и там есть одна очень классная идея, вот мы его привыкли смотреть как ужастик, ну, такой триллер, да, кровавенький довольно. Но там есть одна очень крутая идея, и она достаточно глубокая. Почему фильм называется «Молчание ягнят»? Там, если ты помнишь, герой Антони Хопкинса, это маньяк, который сидит в тюрьме за особо важкие, особо тяжкие преступления и так далее. Страшные маски. Страшные маски, потому что он ест людей. И к нему, в это время в городе появляется маньяк, который убивает невинных женщин. И к нему постепенно начинают приходить разные полицейские, которые назначаются вести это дело, чтобы он как маньяк, маньяка может лучше понять, то есть помог выловить этого преступника. И что он делает? Он всех их, если коротко говорить, посылает. И к нему однажды приходит молодая эта агент, которую Джоди Фолстер играет, и он ей говорит, я соглашусь тебе помогать, если ты мне расскажешь про свое детство. Ну, психоанализ. И что она им рассказывает? Она рассказывает ему о том, что будучи девочкой, сиротой, ее взяли воспитывать дядя с тетей на ранчо, которые овцами, занимались разведением овец. И вот ей там было 10 лет, и овцы это были единственные ее друзья, потому что она была такая замкнутая, одинокая девочка. И как-то ночью она слышит разговор, что завтра будет какая-то там ярмарка или что-то, и будут этих овец, ягнят точнее убивать, ну, для того, чтобы мяско кушать. И, ну, ей становится очень страшно, и что она делает? Она ночью идет в этот, в стойло, да, и открывает ворота, чтобы эти ягнята выбежали оттуда. Она их хотела спасти. Но баран на новые ворота, это же очень известное выражение, ягнята, они без пастуха, они никуда не идут. И тогда что она делает? Она берет ягненка, который, наверное, весил столько же, сколько она, и пытается его, ну, бежит с ним, вынести его хотя бы одного. И, ну, она в итоге теряет сознание, ее потом находят. Ну, в общем, когда она рассказывает это все вот этому страшному, страшному маньяку, он говорит, я буду тебе помогать, потому что ты всю жизнь будешь спасать своих молчащих ягнят, вот этих невинных жертв. Вот эта личная мотивация, она должна лежать в основе всех наших поступков, потому что без нее это все будет пшик и тщеславие. И волонтеры, когда приходили, я уже сразу примерно видела, кто будет действительно волонтером, а кто сейчас поиграется, там, два-три раза съездит, фоточку выставит, на этом все закончится. Всегда личная мотивация. Либо это, не знаю, кто-то из близких болел онкологией, и это происходило в узком кругу семьи, либо это у самого перенесенное заболевание, какая-то, может быть, инвалидность. Ну, то есть, это что-то такое очень свое. Или там, например, дом престарелых, это бабушка или дедушка, которым, ну, как бывает в детстве, там, отпихиваемся, да, от стариков отпихиваемся, а потом раз, и он умирает, и остается эта огромная пустота в душе. И вот волонтеры с такой личной мотивацией, они вот действительно на годы. Они оставались и остаются до сих пор волонтерами. То есть, эти молчащие ягнята, они с нами. Вы расскажи, если это можно, о своей встрече с Богом. Ох, их много было, этих встреч, наверное, я не знаю. Ну, о той встрече, когда это произошло впервые, а потом обусловило многие выборы, скорее всего. Знаешь, мне иногда кажется, что он был со мной всегда. Вот нет ощущения такого, что его не было, а потом я его встретила, потому что я вспоминаю, допустим, там свое детство, и никто не был верующим. Вот я помню момент своего крещения. Мне было 6 лет, правда, мне не младенцем крестили. Вот. Как там бабушке моей пришло в голову меня покрестить? Я помню эту самую старую в Донецке церковь. Помню этот, ну, само это действие, то есть все, что происходило, и помню то счастье, с которым я выходила оттуда, потому что мне казалось, что меня посвятили, ну, вот почему-то чуть ли не в святые. Вот было такое ощущение абсолютной чистоты. такой вот. Вот. И этот крестик, который у меня был, там бабушка мне подарила иконку, еще такую вот. Ну, в то время эти обычные бумажные такие вот прям ценности, не представляющие материальные, вот, но очень ценные. И как-то это вот тогда было настолько большой ценностью, что мне кажется, это как основой моей стало. Хотя буквально через неделю после крещения, конечно же, я уже обо всем как будто бы забыла. Ну, то есть событий назабыла, да? Вот. Но как-то в трудные моменты жизни все равно кричала либо мама, либо Бог. Ну, то есть как, 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 наверное, все люди. Поэтому, не знаю, такое вот встреча, что вот что-то перевернуло мою жизнь. Как будто бы всегда есть во мне, но не всегда слышу, к сожалению. Ну, здорово. Расскажи про любимое место из Евангелия. Ну, или то, которое сейчас вспомнится. Слушай, знаешь, вот когда я была в Вильнюсе и была вся эта история вот связанная с моим задержанием, я купила себе кольцо. В общем, там есть один ювелир такой, который делает из серебра разные такие аутентичные достаточно штуки. И тогда и купила кольцо. И он говорит, я могу на них ну, выгравировать любые слова, которые ты хочешь. Я говорю, хочу какие-нибудь, ну, не знаю какие. Он говорит, тогда приходи завтра, будет готово. И мне было так интересно, думаю, ну, хоть бы что-то хорошее. Потому что, вот, а он сказал, единственное, что будет на литовском, ну, потому что он литовец, и он, ну, русский, я так понимаю, он говорить может, но плохо знает русский. и он мне выгравировал на литовском слова из Евангелия «Стань и иди». Ну, на литовском. Но мне было так интересно, почему именно эти слова. Конечно же, я неоднократно к этим словам обращаюсь, и, наверное, вот эти слова, они, наверное, самые главные для меня там. Потому что очень часто хочется, особенно, когда падаешь, когда какие-то там ошибки, а у меня их много, вот, встать, лежать, и чтобы меня жалели, или и самой себя жалеть, да, и вот вспомнить, что нужно встать и идти, потому что, в общем-то, уже однажды это сказано «встань и иди». Ну, это, наверное, самое важное для меня. Вопрос об отношениях с церковью. Зачастую молодые люди, приходя в церковь, воцерковляются вот так вот вовсю, и это такая детская позиция, я ее называю «батюка благословите», или такая «спаси Господи», «позиция». Потом проходит время, и у многих, это видно по соцсетям, начинается свой такой конфликт и бунт. Да, сейчас люди-подростки, даже в 30, иной раз, там, да и в 36, что греха таить, и люди начинают бунтовать, вот, и это вроде как, будто человек у 14, он все осуждает, и даже когда не читал Пастернака, но осуждает. Вот, и как тебе кажется, есть какая-то третья, нет, она определенно есть, я ее вижу, но каким образом происходит этот переход, как каким-то здоровым отношениям уже в новом качестве, в новой роли, как люди переходят во взрослую веру, когда это уже не детская, не подростковая, наверное, когда перестают ждать, мне кажется, что, когда мы приходим к Богу, это примерно так же, как в свое время, когда мы с родителями, да, мы хотим, чтобы вот дай, 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 и только жаловаться на наши детские травмы, и для какого-то периода это абсолютно нормально, ну, то есть, естественно, нам есть на что жаловаться, у каждого из нас родители оставили свой незабываемый след, и есть на что пожаловаться, вот, и это нормально, но нормально кусочек, а потом, если это всю жизнь, то это уже совсем ненормально, ну, что ж, сколько можно жаловаться. Мне кажется, с церковью так же, сначала приходишь, и хочется, чтобы у тебя быстро все получилось, потому что ты же вот что-то делаешь, ты же хороший мальчик, хорошая девочка, тебе за это должны, значит, оценить, ну, это как в детстве было, если я хорошая девочка, то мне должны, соответственно, там, что-то, да, родители, вот, к счастью, например, может быть, мне очень повезло, в моей жизни, так вообще не работало, ну, то есть, не особо там родители смотрели, хорошие, мамы, в частности, хорошие или нехорошие, ну, потому что семейная ситуация такая была, да, вот, и, может быть, поэтому у меня не было таких ожиданий от Бога, вот, что мне дадут за то, что я буду хорошей, я позволяла себе в церкви быть разной, но это, да, это моя история, так вот, но я думаю, что вот такое детское, инфантильное, оно должно перейти в какое-то другое качество, но, не знаю, вот мы же, когда рождены, мы никогда уже не перестанем быть детьми, да, то есть, мы уже навсегда дети, ну, своих родителей, как минимум, и точно так же мы дети Бога все, то есть, вот это детское, и я вообще так благодарна, что мы созданы именно так, потому что детское состояние, в хорошем, я сейчас не про инфантильное, а про вот это прекрасное детское, оно же такое прекрасное, когда по сути для тебя придуман мир, ну вот, ну это прекрасно, но до него дойти надо, потому что все чаще в нас вот это инфантильное про дай, и почему так мало, вот, и мне кажется, что когда к церкви перестаешь относиться как к социальному институту, который должен тебя чем-то обеспечить, ну, а Бог во главе с ними, а начинаешь относиться как к месту, в котором ты можешь преобразоваться, как-то преобразиться, вот тогда что-то происходит, но, к сожалению, не у всех, ну, может и не произойти, и это не потому, что избранные какие-то люди есть, а потому что здесь должен быть очень большой личный вклад, ну, то есть кто-то встает и идет, да, а кто-то не встает и не идет, кстати, недавно буквально с детьми решили пересмотреть старую сказку «Тайна снежной королевы», вот ни с того, ни с всего, мы не часто смотрим советские фильмы. Мультик советский. Сказка «Тайна снежной королевы», там Диалиса Фрэндлих играет. Ага. И там есть, я вообще, когда начала смотреть, я обалдела от смыслов, потому что, например, там прекрасно показан нарцисс, ну, то есть цветок нарцисс, но который, в общем, для психологов там просто, я не знаю, кладезь какой-то, и там есть невероятная такая идея о том, что снежную королеву нужно побеждать каждый день в своей душе, и что есть люди, которые этого делать не хотят. И это всегда твой личный выбор. Отказаться от этой роли жертвы, где меня обидели, и победить таким образом в себе эту снежную королеву. Ну, либо сидеть в себе, жалеть и обрастать холодом и снегом. Чего бы ты хотела для своих дочерей? Ну, вот как взрослый уже человек. Знаешь, сейчас такая тема какая-то, ну, такая, она не больная, она животрепещущая. Я переживаю за круг общения. В каком смысле, что из вот этого перехода в онлайн, да, им катастрофически не хватает качественного общения. И, ну, вот есть такое волнение, что всегда было трудно найти своих, да, людей, вообще во все времена трудно. А сейчас, мне кажется, молодежи это еще труднее, потому что, ну, в гаджетах, там, в соцсетях можно быть кем угодно. И ты не распознаешь, твой этот человек или не твой. И сейчас стараюсь максимально по возможности подсказать им, обеим, где, где можно искать этот круг людей, которые будут единомышленниками, там, по интересам, по убеждениям, по каким-то там хобби. И очень хочу, чтобы вот это у них было, вот, как бы эта социальная часть развивалась, потому что, мне кажется, там, интеллектуально, душевно, ну, что могли, мы сделали, да, и как-то так, мне кажется, это хорошие люди. А вот в плане социального такого, то здесь есть такая родительская тревога, чтобы были друзья, чтобы были, была компания, ну, чтобы были какие-то свои вот эти люди. Вот это. Если сейчас умирать, о чем ты жалеешь? О чем не успела? Или, может быть, чего-то не добрала? Вообще, очень мало сожалений. Ну, есть, наверное, сожаления, конечно, такие, там, что, там, не сделала последний звонок папе, когда вот он умер в этом, ну, года еще не прошло. и позвонила уже, когда, когда уже было поздно, да, когда он уже не мог говорить. То есть, вот, позвонить бы там на неделю раньше. Ну, вот, такие моменты. Но, с другой стороны, знаешь, именно вот этот не сделанный вовремя звонок, он дал столько силы, чтобы вспомнить самое лучшее, что было с папой. ну, вот, знаешь, когда эта боль, да, большая от не сделанного, она заставляет много, какую-то большую работу проделываешь, такую внутреннюю. Поэтому, вроде бы, как и жалею, а с другой стороны, благодарна все равно, что так. Не знаю, знаешь, у меня всегда была мечта стать матерью сына. Вот, мне очень жаль, что я этого не знаю. Потому что, быть мамой дочек, это прекрасно, это дар. Я, ну, бесконечно благодарна Богу, что у меня две дочери, они очень такие разные. Это по-разному было. Но вот, мне все время интересно, как это быть мамой сына? Вот, как родить человека противоположного пола? Как вообще, вот, что это такое, что это за чувство? То есть, вот, есть такая, ну, даже, наверное, зависть к женщинам, у которых есть сыновья, да? И, ну, такое сожаление, что, наверное, у меня этого уже не будет. И, ну, не знаю, может быть, будет, кто его знает, сейчас чудеса такие происходят. Но, вот, как-то, не знаю, мне кажется, что вот, те, у кого если мальчик и девочка, да, вот, родители, они так не понимают, насколько им повезло. Они же смогли какую-то полноту воплотить. Вот, не знаю, вот это вот есть, да, такая какая-то мечта. Притом, у меня и крестницы все девочки. То есть, у меня как-то вообще, вот, что это такое? Может, не доросла еще до того, чтобы быть мамой сына? Не знаю. Спасибо, у меня все. Я, Аня, спасибо, что пришла на интервью.